Дорогие друзья, добрый день. 8 число декабря у нас уже на дворе. В Петербурге, откуда я, Филипп Березин, веду очередной вебинар портала Прианру, яркий солнечный день. И при этом минус 7 градусов, а вот мой собеседник Денис Чернов из компании Пухкет Люкс, он находится на другом конце земного шара и погода у него, наверное, тоже солнечная, хотя вот сейчас уже стемнело. Также не менее солнечный день, плюс 30 стабильно, и уже, да, темнеет потихонечку. Уже темнеет потихонечку. Завершается год, он очень необычный, собственно, ничего нового я тут не скажу. И наш вебинар, который мы сегодня посвятим недвижимости Пхукета и маркетинговым уловкам, на которые, крючкам, на которые лучше не стоит попадаться потенциальным покупателям недвижимости, естественно, в какой-то степени мы будем посвящать общей ситуации. Собственно, ее начнем, по как там присоединяются наши зрители. Но в целом разговор наш сегодня пойдет, скажем, о более таких стратегических вопросах, вечных, не привязанных к текущей экономической ситуации. Но, как я уже сказал, без нее никуда. Придется нам все равно и о ней поговорить. Традиционно работает чат, задавайте вопросы. Буквально интересно было бы понять, как все будет дальше. Завтра мы обязательно опубликуем итог нашего вебинара. Но давайте уже все. Кто хотел, тот подключился. Просто всегда традиционно минуточку жду. Будем надеяться, что и остальные зрители скоро подтянутся. Вот сразу первый вопрос от Михаила Андреевича. Давайте пока с него и начнем. В Пхукет без туристов, конечно, дело плохое. Но если сейчас внутренний туризм везде развивается, можно ли надеяться на то, что тайцы и местные хоть немного скрасят ситуацию? Вообще, мы говорим в основном инвестициях сегодня, Денис. Инвестиции без туристов – вещь затруднительная. Как вы сейчас видите ситуацию? На что можно рассчитывать? Ну, сейчас тайский турист, точнее внутренний турист, очень сильно развит. И каждые выходные пролетает чуть ли не по 30-40 самолетов на Пхукет. Из Бангкока, из Паттайи приезжают туристы, соседние провинции. И, в принципе, выходные, то есть суббота, воскресенье, по пятницу, то есть наблюдается очень большое количество тайцев на острове. То есть внутренний туризм очень хорошо развит, причем государство стимулирует внутренний туризм. И даже там за 2000 рублей можно адаптировать сейчас в 4-5-звездочном отеле. 2000 рублей именно? 2000 рублей. То есть, ну, примерно 1000 бат, и за 1000 бат, в принципе, полагаются различные ваучи, различные программы, и как раз государство стимулирует ездить по стране, путешествовать. 5-6 провинций участвуют в этой акции, ну, скажем так, акции. И это дает свои плоды. Ну, вот смотрите, мы с вами уже в мае говорили о маркетинговых ловушках. Тогда этот вебинар вызвал, ну, очень заметные интересы. Статья, было много откликов, было много споров. Я, кстати, призываю, если зрителей вопрос, споры есть, потому что там не согласны. Да, я тоже призываю, если какие-то вопросы, если будут свои какие-то наблюдения, свой личный опыт, опыт друзей по поводу инвестирования, то, пожалуйста, обращайтесь в чат, на это все обсудим. И да, скажу про статью, то, что набрала на 14 тысяч просмотров за 3 месяца, по-моему. А то ли еще будет, то ли еще будет. Но смотрите, давайте вот о чем поговорим. Все-таки этот год, ну, по крайней мере, с мая начиная, он, очевидно, кризисный. И, соответственно, все истории, связанные с доходом, с гарантированным доходом, с покупкой недвижимости, они столкнулись с определенными трудностями. Вот как вам эта ситуация видится сейчас? То есть это просто временное такое помутнение, связанное с медицинским кризисом? Или, по большому счету, это заставляет как-то пересматривать какие-то стратегии, какие-то принципы инвестирования? Да, эта ситуация, пандемия, очень сильно сказалась на рынке в целом. Я думаю, что ни для кого не секрет, это и общемировая, скажем так, проблема инвестирования. И что касается Пхукета, то, конечно, здесь очень все переменилось, потому что строящиеся объекты, которые изначально рассчитывали на определенную прибыль, на определенные продажи, эти продажи практически у всех застройщиков провалились, потому что, опять же, нет входящих потопов туристов. Онлайн-продаж не так уж и много. Именно что изменилось, это очень большой спрос на вторичку. То есть туристы, которые здесь застряли, которые решили принять решение остаться здесь, у них вызвал интерес как раз вторичная недвижимость по сниженным ценам. И как раз это касается, точнее, касалось больше сегмента элит. То есть это вилл от 25-30 миллионов бат, то есть около миллиона долларов. И на такую недвижимость был очень, так скажем, ажиотажный спрос, что сейчас такой недвижимости довольно-таки мало. И как раз, опять же, я говорю про вторичный рынок, не про первичный. Вообще, когда мы еще даже с вами в мае говорили, вы выступали неким апологетом вторичной недвижимости и обращали на нее внимание. Давайте все-таки частично вернемся к тем вопросам. Вторичная недвижимость на Пхукете, интересная вторичная недвижимость, это что, в чем мученомен, в чем ее... Просто, когда часто говорят вторичка, перед глазами встает картина совершенно неприглядных, старых домов, в случае Таиланда и Пхукета, лачуг. О какой вторичной недвижимости говорите вы? Во-первых, если мы говорим о вторичной недвижимости и недвижимости в целом на Пхукете, то ее рассматривают в первую очередь как инвестицию. То есть примерно 90, может быть, 85% всех покупок, они связаны с инвестициями исключительно, а не с собственным проживанием. Это в первую очередь. Второе. Во-вторых, то, что вторичка все-таки это не какие-то там вот старые лачуги, постройки тайские, а это современные жилые комплексы, которые сейчас пользуются популярностью. Из некоторых жилых комплексов получилось сделать первоклассные отели, резорты, которые как раз составили довольно-таки большую конкуренцию другим системам отелей крупным. В-третьих, то, что все-таки вторичка – это проверенный инвестиционный инструмент, это проверенное инвестиционное решение, которое показывает себя годами. И при покупке такой недвижимости прилагаются финансовые отчеты за последние год, два, три. Таким образом, вам легче спрогнозировать, сколько ваша квартира, либо эта вилла, она может приносить, какой доход. И вы уже можете с наименьшими рисками оценить потенциал вашей недвижимости. Итак, вы верите во вторичную недвижимость, как такой инвестиционный инструмент, в настоящий момент ничуть не меньше, чем первичку? Конечно. Окей. И эта вторичка 3, 5, 7-летней давности, не позже? Или вполне возможно… Ну, я бы сказал бы 3-5 лет, но в любом случае есть предложение на рынке Пукета, недвижимости, которая и 7-летней, и 10-летней давности, которая, в принципе, тоже очень интересна в качестве инвестиций, потому что цены на нее дешевле, есть возможность как-то ее пересмотреть, переоборудовать, допустим, из четырех спален сделай две, то есть, опять же, есть различные решения этого вопроса. Параллельно вы сказали о ценах. Вы сказали, что вторичка, она дешевле, но это такая довольно общая фраза, которая требует некой расшифровки. На мой взгляд, вот тут как раз есть такой вопрос, ну, понимаете, да, наверное, с чем он связан? Я бы сказал о том, что у нас, я как бы сам из Санкт-Петербурга, и когда я работал тоже в недвижимости в Питере, для нас у всех был стереотип такой, то, что строящаяся недвижимость дешевле, чем вторичная, потому что это определенные риски, банкротство там, не банкротство, достроится, не достроится. А что касаемо на Пукете, то, в принципе, стереотип этот не очень работает, потому что, если мы посмотрим на вторичный рынок и посмотрим на цены на вторичном рынке, то довольно-таки много может стоять предложений, которые дешевле, то есть строящейся недвижимости на этапе фундамента. Вот просто общий вопрос, в конце, наверное, мы еще этого немножко коснемся. Вот этот год с точки зрения инвестиций в новострой, он стал более рискованным или нет? То есть вы видите сейчас ситуацию, потому что все-таки у тайских застройщиков, ну или у застройщиков, работающих на Пхукете, проблем появилось больше. И в этом видите. Во-первых, опять же, смотрите, когда многие строительные компании оценили вообще ситуацию на рынке, допустим, это был 19-й год, к примеру, и запускали свои проекты ближе к концу 19-го, никто же не знал о пандемии, никто не знал о текущей ситуации, никто не мог предугадать. Соответственно, вот все цены сформированные, все ожидания, в том числе возврат инвестиций, они как раз и были с расчетом на то, что все будет в порядке, и рынок будет здоровый. Но вот эта вот ситуация с пандемией, конечно, очень сильно повлияла на застройщиков в первую очередь, потому что риски возросли существенно. И, как мы видим, спрос на первичку, конечно, существенно упал. А когда вы говорите, ну, про то, что ситуация ухудшилась, сейчас, это означает, что сейчас можно рассчитывать исключительно на меньшую доходность? Это означает, что сейчас, там, более рискованно покупать новострой? Это означает, что, понимая это, застройщики начинают снижать цены? Или, по большому счету, вот, как на многих рынках, просто некая пауза, некая затишка? И, по большому счету, то, чему мы ушли, там, в феврале 2020 года, к этому мы вернемся, ну, дай бог, как можно скорее, ну, скажем, к следующему сезону. Постараюсь ответить по порядку на все вопросы. То есть, если мы говорим про доходность, то, конечно, да, доход из аренды. Это повлияет на нее тоже. Рынок Пукета, все-таки, как и любое туристическое направление, восстановится не сразу, и для этого нужно будет какое-то время. Поэтому доходность потенциальную, которая будет в сезоне 2020-2021 года, она, конечно, будет ниже. Но, опять же, у кого-то ниже, у кого останется на таком же уровне. Что касаемо первички, то есть строящейся недвижимости, застройщики, да, некоторые начали делать различные скидки, акции, но здесь важно понимать тот момент, то, что если у вас размер скидки, там, допустим, не 15-10%, а, скажем, там, 20-25%, то это очень такой большой, сказать так, триггер, задуматься о вообще актуальности цены, актуальности формирования цены, это строящейся недвижимости, потому что если там застройщик делает такую большую скидку, скорее всего, тут какие-то могут быть вопросы, то есть, либо у него денег вообще нету, либо, возможно, ему нужно быстрее, ну, такой термин есть, как скинуть, а не профильный актив, не ликвидный актив, поэтому здесь очень много и различных вопросов будет, нужно рассматривать как раз индивидуально. Окей, ну, давайте тогда перейдем уже к конкретике и вот начнем как раз с вопроса, который один из зрителей нам сейчас задал. В анонсе у нас, в анонсе вебинара мы говорили о доходности в 5%. Разве такая доходность поклонности, запустующие расходы, или это 5% уже с учетом всех накладных расходов по приобретению, содержанию продажи? Итак, давайте говорить о тех цифрах, которые вы сейчас позиционируете как реальные, о хорошем доходе, о плохом, о очень хорошем, о подозрительном и так далее. Но мы говорим именно сейчас или вообще в здоровом рынке? Ну, давайте начнем со здорового рынка, а потом поговорим о ситуации сейчас. То есть, если мы говорим про здоровый рынок, то в принципе 7% дохода для собственника это нормально, то есть это хорошая цифра. Если мы говорим про больше дохода, скажем там 8-9%, то это очень хорошая доходность и она, к сожалению, как раз применима для тех объектов недвижимости, которые действительно очень ликвидны. То есть, скорее всего, у них маленькая конкуренция, маленький наверной фонд у данного жилого комплекса либо у ВИЛ, нет внешней конкуренции такой сильной, очень развита инфраструктура. То есть, опять же, очень много есть моментов. Вот низкая доходность 2-3% она тоже есть на Пукете и довольно-таки ее много. она присуща больше как раз программам Rental Pool, про которые у нас даже есть видеоролик отдельный по этому вопросу по программам Rental Pool. Если мы говорим про доходность 10% и выше, то с точки зрения математики это очень высокая доходность и достичь ее очень сложно, крайне сложно, я бы сказал. У нас вообще в управлении больше 200 объектов недвижимости и вот мы смотрим по доходности, которые мы приносим собственникам. У нас всего лишь пара объектов недвижимости, то есть пара квартир и пара тонхаусов, которые приносят 11 и 11,5% чистыми. Но из 220 объектов и всего, если не ошибаюсь, там не больше 10-12, то есть буквально 5%. Поэтому я бы даже эту статистику бы не вкладывал. А 7% годовых это вполне реальная цифра. 7% годовых. Это мы говорим о стандартном хорошем годе, то есть 2018, 2019 и так далее. Ну опять же, если мы говорим про рынок в целом, то да, 7% это нормальная средняя ставка. Как что? 2020 год, то есть весна 2020, осень 2020, по сути два разных сезона. Вот сейчас о каких можно говорить? Вот те, кто, ну понятно, что еще итоги не подведены, но все равно. Я бы сказал, где-то не больше, скорее всего, двух, двух с половиной. То есть, ну этот год сгрустнен, но объективно, те, кто зарабатывали 7-8, сейчас в среднем заработали 2-3, если все сложилось более-менее. Ну опять же, да, потому что, если посмотреть на статистику, вот по загрузке в силах квартир, вообще всех квартир, ставаемых в аренду, недвижимость, ставаемых в аренду, то вот январь был примерно на таком же уровне, как и в прошлом году, с небольшим отставанием, по-моему, там на 5-7 процентов. Февраль тоже был, в принципе, как здоровый год, а вот с марта началась очень большая просадка, причем каждую неделю этот показатель уменьшался там на 15-20 процентов. И к апрелю, вот допустим, если мы говорим про нашу загрузку наших апартаментов, то загрузка составляла около, по-моему, 20 процентов, не более, когда в здоровом рынке это было 80-90. Вот важное уточнение, собственно, наш зритель спрашивает, ну или утверждает, что 7 процентов, о которых мы говорим, ничего не покроет. Когда вы говорите о 7 процентах или там о 2 процентах, это вот вся история уже связанная с вычетами управляющей компании и так далее, там, проявления доходов. Тогда давайте... Собственно, расскажите тогда... У нас есть отчет. То есть, смотрите, чтобы как бы развеять все, вот чтобы не быть глагословным, мы можем показать отчеты, которые мы предоставляем нашим клиентам во вторичной недвижимости, где как раз и видно, сколько квартиры приносят, какой оборот, какие расходы по ней. Ну, к примеру, вот одна из квартир, это в комплексе Азон, который вы сейчас показали, да, на 32 квадратных метров, и, Филипп, отчет вот я скидывал, если у вас есть возможность показать его, может быть, отчетов как раз нет, но просто если кто-то заинтересован, да, нет, вот он есть, отчет есть. Так, это у нас, да, это отчет по данной квартире, то есть мы видим, то, что 316 дней в году квартира была занята. Это, потому что это 2018-19, то есть сезон 2018-2019 год. Это здоровый год. И мы видим, то, что здесь квартира пронесла доход, оборот, общий 360 тысячу. И то, с учетом того, что собственники недвижимости останавливались в самый пиковый месяц марта 2019 года, где вот цифра КСМ, где по загрузке. А далее мы видим, что примерно 50-46 тысяч бат мы потратили на различные расходы. Это интернет, вода, свет, как это замена сломанной посуды, мебели, лампочки, то есть все, что необходимо было для поддержания, содержания квартиры, это все наши расходы. Далее, сколько заработали мы, то есть как управляющая компания. Это как раз содержание нашего персонала, профессионные расходы, зарплатный фонд, маркетинговые какие-то инструменты. И сумма следующая, сейчас я открою тоже у себя. Давайте тоже посмотрю, да, еще разочек, если здесь видите. Да, и вот сумма, где написано инкома 220 тысяч бат, это то, что мы перечислили клиента, то есть то, что мы перечислили собственник вот по этой квартире. А в разделе, в следующем столбце указано как раз 19 тысяч, это сколько столь коммунальные услуги самого жилого комплекса. То есть чистыми собственник недвижимости вот на данной квартире, которую мы с вами показали, заработал 200 тысяч бат в год. дать в долларах как проще будет? Где-то примерно 6800. При стоимости объекта? При стоимости объекта в батах это 2 миллиона 300, в долларах примерно 76 тысяч долларов. То есть 76 тысяч долларов. Но опять же я хочу обратить внимание на то, что эта стоимость объекта на текущий момент, в период кризиса, так-то стоимость данной квартиры выше, примерно процентов 10. Хорошо. Вы опять же сказали об интересных предложениях на вторичке, которые появились и которые могут быть интересны. Означает ли это, тоже наша зрительница спрашивает, появились скидки на вторичном рынке? Конечно. И насколько они массовые? И насколько ну вот ваше ощущение, то есть вы изначально рассматривая эту скидку как что-то интересное, предполагаете, что сейчас мы этот год как страшный сон вычеркнем из памяти, и со следующего года, ну или по крайней мере там с конца весны, можно уже рассчитывать на ситуацию, которая была в 2018-2019 году? Скорее всего, рассчитывать на восстановление рынка придется на 2021-2022 год, потому что хоть сейчас Тайлан подписал как раз договор на поставку вакцин в количестве 50 миллионов штук на срок доставки май-июнь, тем не менее рынок так быстро не восстановится арендного жилья. То есть мы ожидаем, что если квартиры, которые приносили 7-8 процентов годовых, они будут приносить примерно 5-6, а рынок становится больше уже в следующем сезоне, то есть 2021-2022 года. Хорошо, тогда давайте поговорим о возможных стратегиях и возможных маркетинговых рисках в текущих условиях. Вот хорошо, я сейчас... Филипп, извините, нам там был вопрос по поводу массовых скидок, то что спросили, я отвечу. Да, сейчас есть скидки на вторичном рынке, в основном они опять же связаны с тяжелой либо с какими-то трудностями самих частных лиц, то есть продавцов. Опять же, это продолжение не от застройщиков, а от частных лиц. Многие клиенты нашей компании по каким-то причинам, по личным, по финансовым, у кого-то бизнес провалился и нужны деньги туда либо кому-то срочно деньги понадобили сейчас, те готовы продавать со скидками примерно в 20-30% и это реальная цена ниже рынка. И таких продолжений не очень много, но они встречаются. Так же, как у нас, так же, квартирами, которыми мы управляем, недвижимостью, которыми мы управляем, так же и недвижимостью, которая у нас, в принципе, изначально и была на продажу. большинство покупателей, точнее, большинство продавцов снизили цену примерно вот на 20-30% чтобы быть конкурентными по рынку. Хорошо. Если позвольте, еще момент, как бы, мы можем просто ссылку в чат потом скинуть, где вот ссылку на страницу со всеми горячими предложениями на нашем сайте, то есть вы там увидите цену, которая была до и цену, которая сейчас. А, ну вот, собственно, коллеги скинули, вот ссылочка есть, отлично, кому интересно, может познакомиться. Ну, все-таки, смотрите, этот сезон, который вот сейчас уже в Таиланде начинается, он уже, понятно, столь же успешно, как рядовые сезоны там трех-четырехлетней давности не будут. При этом, от застройщиков предложение есть по-прежнему. Вторичка есть. В чем здесь, то есть, как бы вы рекомендовали вести себя потенциальному инвестору? То есть, я бы, риски, ну, есть, а сейчас, получается, они значительно сильны, судя по вашим словам. Да, но, опять же, мы не рассматриваем, точнее, мы не говорим о том, то, что на первичном рынке, то есть, на рынке строящегося жилья нет хороших предложений. И они есть, но, к сожалению, вот, чтобы их найти, нужно гораздо больше времени. И, на данный момент, все-таки, спрогнозировать доходность по первичке в текущее время довольно-таки сложно будет, потому что многие жилые комплексы строятся в неразитой локации, где нет вообще никакой инфраструктуры. И как они сработают, какова будет управляющая компания, то есть, какова будет эффективность управляющей компании по аренде, никто предугадать не сможет. поэтому вторичка, вот если так резюмеры, это такой проверенный инвестиционный инструмент, где вы видите и доходность, и цену, и вообще можете пощупать объект. Первичка более, скажем, такой простой, но менее предсказуемый. И, опять же, вот такой основной совет, то, что если выбираете первичное жилье, то есть, выбираете строящееся жилье, и хотите только его купить, то обращайте внимание тоже на вторичку, потому что вторичка, как раз она формирует рынок. Особенно по цене. То есть, если вы видите, то что по первичке у вас цена довольно-таки высокая, или вы ощущаете, то сравните со вторичным рынком, потому что многие покупатели невижимости думают, что вот сейчас я куплю первичку, первую попавшуюся, она подорожает по многим заявлениям на 20-30% на время строительства, а потом сложности с продажей, с перепродажей. Чтобы этого не было, опять же, нужно оценивать перспективы роста цены для первичной, для строящегося жилья. Смотрите, стоимость недвижимости, ну, она в значительной степени зависит от того, сколько на этой недвижимости можно заработать. Но странно, с другой стороны, оценивать перспективу недвижимости по какому-то одному году, будь то сверхудачной, или, как в нашем случае, не очень удачной. Конечно. в чем сейчас первичка может быть интереснее вторичного жилья, если не брать, ну, чисто эмоциональный момент, что я купил что-то, где кроме меня никто не жил? Во-первых, сейчас, как мы уже сказали, появились на рынке готового жилья предложения со скидками, там 20-30%, и также появились... Но вы говорите, что это подозрительно 20-30%. А нет, мы говорим сейчас про вторичку, где скидки, повторички, которые скидки, которые подаются от частных лиц. Но в то же время появились и предложения также от частных лиц, которые купили там полгода назад, год назад квартиры в строящемся комплексе в жилом, и которые готовы продать там, во-первых, по цене, той, которую не покупали там год примерно назад, и еще с каким-то дискаунтом. То есть, такие предложения есть. Это, в принципе, и в Лагуне такие предложения, и вот на Камале, и, в принципе, всему острову можно такие предложения найти. Ну, как вот честно, первая моя реакция, если я вижу объект, который кто-то купил полгода назад, а сейчас предлагает его еще не построить, так я понимаю, потому что еще никто не жил с большой скидкой, меня это, в первую очередь, посторожит. Ну, потому что, как бы, значит, человек что-то узнал, и если он готов... Смотрите, Филипп, есть такие предложения, а есть предложения тоже вот уже на рынке практически готового жилья. То есть, это, опять же, новостройка, которая находится на этапе ввода в эксплуатацию, то есть, там осталось буквально, может быть, три-четыре, полгода до ввода в эксплуатацию. То есть, здание построено, инфраструктура уже есть, опять же, все это есть. И продажа еще, почему такие скидки большие делают? Потому что еще покупатели, точнее, продавцы, хотят зафиксировать, хотя бы зафиксироваться в рублях. А так как сейчас рубль сильно упал в доллару, конечно, им нужно меньше рублей, чем, скажем, там, в батах, либо в долларах. Это от этой суммы. Еще и из-за валютных вот этих интервенций дополнительно появляются скидки сейчас. Хорошо. А что изменилось все-таки? Вот сейчас вы наблюдаете за рынком первички. Вы сказали, что кто-то снижает цены, и если большое снижение, то это подозрительно. Может быть, кто-то более активно стали развиваться, например, вот эти маркетинговые штуки, связанные там с гарантированным доходом, с обратным выкупом. Давайте несколько слов тогда об этом. Как сейчас их воспринимать и насколько их стало больше или меньше в последнее время? Ну, я бы сказал бы, что больше, потому что, если посмотреть на все предложения в целом по строящемуся жилью, то встретить на Пхукете жилой комплекс без предложения по гарантированному доходу сейчас невозможно. Потому что это как появилось, как должное, состройщик это должен предлагать. Но, к сожалению, вот за обещаниями по выкупу гарантированного дохода есть еще свои минусы. Вот мы подробно разбирали эту статью, у нас есть несколько видеороликов на эту тему, и мы объясняем, почему это, если есть время, можно вкрасно немножко об этом рассказать. Давайте буквально в двух словах, но существует, например, первый стереотип, и он, ну как, он с одной стороны вроде и верный, а с другой стороны он губит идею, а суть этого стереотипа в том, что гарантированный доход выплачивается просто за счет того, что цена объекта поднимается. Ну, тут еще, опять же, развеем небольшой миф, то, что цена объекта если поднимается, но несущественно. То есть, если вам говорят, то, что недвижимость на Пхукете растет каждый год, там на 5-10 процентов, во-первых, это говорит о том, то, что рынок нездоровый и растет очень большой мыльный пузырь, который какое-то время лопнет, но, во-вторых, это нереальное утверждение, потому что реальный рост цен буквально на там 2-3 процента и то на ликвидную недвижимость. Это первый момент. Я имею в виду немножко другое. Вот классическое утверждение, связанное с гарантированным доходом, гарантированный доход мне предоставляется за счет просто более высокой цены на тот же самый объект. И вот с этой разницей между рыночной ценой и более высокой ценой... Я терпел, о чем вы говорите. Как бы да, то, что бывает такое уж на рынке, то, что сами выплаты по гарантированному доходу по вашей квартире, они уже закладываются в цену. И, в принципе, встретить одну и ту же самую квартиру в одном и том же жилом комплексе, вообще абсолютно с такой же меблировкой, планировкой и расположением на этаже, можно с большой разницей в цене. Отличие в том, что первая квартира это будет как резидентская часть, то есть, скажем так, под вашим управлением, а вторая квартира будет под управлением отеля. Разница только в том, что квартира под управлением отеля, она будет приносить вам гарантированный доход, там, скажем, 7% на 5 лет. У варианта номер один такого не будет, не будет такой опции. Но как раз-таки разница в цене вот между двумя этими квартирами будет как раз-таки составлять общий суммой выплат по гарантированному доходу вот за 5 лет, то есть на 35%. Смотрите, ну в чем риск в этом случае, даже не риск, а в чем, ну как бы, не выгода на самом деле от этой ситуации, понятно. Но все-таки есть, вы сами сказали, что практически все застройщики это предлагают. Да. Означает ли сказанное вами, что в эти игры играть вообще не надо? И зачем они тогда это предлагают, если понятно, что, ну там, конечно, в кавычках обмануть кого-то можно, но если все так делают, то в чем здесь возможная выгода? Покупатели же тоже умными становятся. Здесь опять же вопрос в том, что стороны застройщиков, посмотри, потому что если вы не предлагаете гарантийный доход, то, скорее всего, к вам не поедут, не будут рассматривать ваш объект. Но застройщики, также у них есть и другие, там не все же предлагают 10, 13, 15 процентов годовых, что, в принципе, очень, практически нереально сделать. Есть застройщики, которые предлагают по 5 процентов годовых, а по 6 процентов годовых, что более реально. У некоторых есть, скажем так, гарантирован доход стабильно 5 процентов, плюс там сверху они выплачивают, что они сверху смогут заработать. То есть вот такие вот схемы, продолжение доходности, они более реальны. Если мы даже посмотрим на тот же самый объект в Лагуне, да, вот все предлагают там не больше 5, 5, 6, на максимум 7 процентов. Но Лагуна это такое, ну, не то что исключение, это такое по определенным параметрам лидер рынка на Пхукете, это большие объемы, это компания, которая может позволить себе без каких-то дополнительных маркетинговых уловок предлагать 5 процентов и понимать, что к ней кто-то пойдет, а к другому или за 10 процентов не пойдут. А если мы говорим все-таки о других проектах, ну, вот есть ли у вас примеры проектов, которые предлагали 5-6 процентов и цена при этом оставалась в рынке, а не была завышена? Есть примеры, когда это было 6-7 процентов. 6-7 процентов – это какой срок? В основном это было на 3 года, 3-5 лет. Как давно эти проекты появились на рынке? Старт-продаж был, если мы говорим про старт-продаж, это был примерно 15-й, нет, это был, по-моему, 16-й или 18-й года. Но сейчас эти проекты уже, ну, как бы… Они функционируют, они не работают. Они функционируют, но вот эта программа гарантированного дохода уже не существует, уже она не работает. То есть все, они поиграли в такой же… Нет, есть, опять же, мы же, если говорим в общем и целом по картине Пукетти, то, что есть застройщики, которые действительно очень сильны в плане менеджмента апартаментов, сдача их в аренду, и те, которые могут генерировать арендный доход для вас как раз без ущерба себе. То есть они и вам генерируют доход, управляя вашей квартирой, и сами зарабатывают. Такие застройщики есть на Пукетти, их немного, но такие есть. И причем выпады осуществляются все время по графику, бывает даже авансом. Я слышал, что за последнее время были несколько, ну, совсем неприятных случаев с гарантированным доходом, когда очень высокие были цифры, ну, или, может быть, не очень высокие, но в итоге дело рассматривалось в суде или рассматривалось в суде. Насколько это так? Рассматривалось, рассматривается. Просто, вы понимаете, ну, до нас тут конкретные факты доходят не так часто, и потом, понимаете, суд – это такая история, он может закончиться ничем, а осадочек останется. Вот несколько слов об этом. Действительно ли гарантированный доход – это история в некоторых случаях скандальная? Да, так и есть. Есть реальные примеры, когда вот покупали, вот насколько много, я не могу сказать, потому что всей информацией я не обладаю. Это, скорее всего, скажешь, какой-нибудь юрист-адвокат. Ну, вот недавно мы разговаривали с адвокатом, ну, с тремя, вот, наверное, за последний месяц, и, в принципе, большинство из них сказали то, что примерно две трети дел, которые находятся в суде Таиланда, в суде Пхукета, по недвижимости связаны как раз с невыпытой гарантированного дохода. Есть такие компании, да, в основном, которые в 15-16 году еще продагали свои апартаменты, а часть кому-то выплачивали, часть нет, и сейчас, видимо, отказываются от этого. Но при этом, вы знаете, считается, что для застройщика очень важно все равно привлечь внимание. Не обязательно деньги на строительство, а именно внимание. И именно с этим тогда может быть связана продажа очень ограниченного числа квартир с очень серьезной скидкой, ну, или с очень серьезным гарантированным доходом. То есть в этом нет, ну, по крайней мере, хочется верить, что в этом нет ничего нереального. А основная проблема в том, что, ну, просто вот надо заявить о себе, и компания готова, там, 6-7% продать, ну, не в убыток, но в ноль, с тем, чтобы потом заявить свой проект наилучшим образом. Ну, сейчас такое происходит, и как это все, как это работает? Вопрос очень хороший, на самом деле, и я буду это, наверное, рассматривать в каком-то индивидуальном случае. Ваша теория, как бы, да, имеет право на существование, в принципе, но, опять же, такие большие скидки, они очень опасны для рынка, как и для самого застройщика. То есть, получается, если, допустим, вчера он продавал квартиры, там, по 4 миллиона бар, то есть, примерно по 130 тысяч долларов, а сегодня, как во время акции решил снизить, там, на процентов 30-40 и продать квартиру за 70 тысяч долларов, либо 80, то, конечно, да, он пролечет внимание, но, опять же, как бы, с экономической точки зрения, мне кажется, это не совсем корректно, правильно. То есть, реклама, получается, слишком дорогая для него. Хорошо, давайте тогда, вот, практический совет, если к этой части мы уже, как бы, закончим, вот, гарантированный доход. Один объект, там, 6%, другой объект, 10%, третий объект, 13%, означает ли, что 13% гарантированно, ну, более подозрительный, чем 10%, а 10% более подозрительный, чем 7%, вот, подходя к вопросу. Мы рассуждаем так, в принципе, без полной картины, потому что, если мы, скажем, что, вот, застройщик предлагает, там, 13% годовых по квартире, а сама квартира, там, скажем, стоит, ну, вот, 60 тысяч долларов, то есть, 2 миллиона бат, То есть, получается, 2 миллиона, точнее, 13%, а 2 миллионов, это, сколько, 260 тысяч, да, бат ежегодный плач. В принципе, они такие небольшие деньги, там, скажем, за односпальную квартиру. И односпальные квартиры гораздо больше генерируют годовой оборот, чем 250-260 тысяч долларов. Поэтому, вот, я бы рассматривал ситуацию вообще в целом и по цене тоже, по цене входа. Но если мы говорим про ситуацию с гарантированным доходом в целом, то, как бы, наша позиция, что на вот эти цифры, ну, не стоит обращать сильно внимания. Рассматривайте больше недвижимость, как вот сам объект, то есть, у которого есть свои определенные параметры. Это и локация, это и сам жилой комплекс, это внешняя конкуренция, внутренняя конкуренция, да вообще сама квартира. Они... Я вас упомяну, что любая история, связанная с гарантированным доходом, поскольку вы ее воспринимаете, ну, ее, наверное, логично так воспринимать, как в каком-то смысле элемент маркетинга, сама по себе не является доказательством ничего. То есть, это просто либо приятная плюшка, или неприятная плюшка. Оценивайте ее позже, и в этом ваш главный совет. То есть, не знаю, что... То есть, если у вас получится гарантированный доход, получаясь, это хорошо. Если не получится, ну, как бы, я бы... Мы бы не рекомендовали, как бы, на это надеяться, на получение гарантированного дохода. Это когда, как вы правильно сказали, как бы, дополнительное преимущество, но которое никак не должно быть основополагающим фактором для покупки недвижимости. Можно ли сказать тогда, что в текущих условиях на протяжении последнего года вы с программами гарантированного дохода сталкиваетесь чаще? Вот почему еще спрашиваю. Мы делали там в своем видеопроекте в Хукете, и далеко не все, ну, 10, 15, 20 процентов застройщиков предлагали вот эти программы гарантированной доходности. То есть, цифры были самые разные, там, сроки были, были и три года, были, там, чуть ли не до 10 лет. Но вы говорите, что сейчас практически все предлагают так, и без этого нельзя. Вот прокомментируйте немножечко это. То есть, если практически все предлагают, то, ну, на это можно, по сути, не обращать внимания, как на аргумент за. Да, правильно, Раскуш? Да. То есть, еще раз давайте просто зафиксируем, что программы... Нет, опять же, да, сейчас предлагают все застройщики. То есть, вот, если посмотреть на любую маркетинговую предложение, у всех есть эти программы гарантированного дохода, гарантированного возврата с аренды. Но, опять же, то, знаете, предлагают все, да. Да, но, опять же, у всех недвижимость разная, у всех локация разная, у всех управляющая компания разная. То есть, есть очень много различных дополнительных, точнее, не то, что дополнительных, а основных параметров недвижимости, на которые стоит обращать внимание. Гарантированный доход, но, опять же, если резюмируя, это не то, что, на чем бы мы бы основывались при покупке недвижимости. Я бы сказал, это самое последнее, что возможно. Самое главное – это цена входа и за что вы платите. За что вы платите в каком смысле? В смысле, за что вы платите в смысле, за какой объект недвижимости? То есть, это сама оценка, сама оценка объекта, вот имею в виду. Давайте тогда еще все-таки уточним. Вот, предположим, ваш прогноз верный и текущий сезон, который начинается на Пхукете, по сути, уже начался, он будет все-таки еще таким пандемическим, назовем его так, да, и нужного арендного потока не будет. Ну, а следующий год, допустим, все будет уже получше. Как будут вести себя застройщики? Им же все равно сейчас что-то делать надо, им надо как-то продавать, им надо как-то активность развивать. Значит, сейчас хорошее время, плохое, странное, рискованное, как бы вы его описали, и чем действия инвестора сейчас отличаются от тех действий, которые бы вы рекомендовали, скажем, год назад? Ну, во-первых, сейчас, да, многие застройщики предлагают различные скидки, акции, есть даже такие случаи, когда сам проект отменялся, то есть начались продажи. Это уже последняя информация от нашего знакомого, что, да, проект начался, стартовался, были продажи, и из-за низких продаж, и вообще, в принципе, за пандемию, когда продаж вообще не было в течение года, просто проект отменился. Вот, в этом случае, как, опять же, утверждают, вернули деньги всем инвесторам, правда-то или нет, я не могу утверждать, потому что нет доказательств, но вот такое тоже бывает. Крупные застройщики, которые финансировались за счет собственных средств, такие тоже на Пукете есть, у них со стройкой все в порядке, все отлично, и они уже практически заканчивают свои объекты. А те застройщики, которые, скажем так, может быть, менее крупные, то есть либо-то начинающие, у которых это первый проект на Пукете вообще, те, конечно, немного откладывают сроки ввода, точнее, сроки начала строительства. По вашим ощущениям, ближайшие полгода на рынке новостроя, по всякому случаю, будет некая неопределенность? Да, да, очень большая, сказал бы, неопределенность, потому что все-таки, опять же, хоть и заявление есть о разработке вакцины, то, что уже там туристы как-то поедут, то, что сейчас очень большой спрос на визы в Таиланд, тем не менее, вот такого вот резкого скачка на первичку, я не сказал бы то, что ожидается. Есть проекты на острове, да, вот опять же, про которые, может быть, так упомянусь, у которых были хорошие продажи и во время пандемии. То есть есть те, кто продавал и в сентябре, и в октябре, и в августе там по 10-15 квартир ежемесячно, то есть такие тоже случаи есть. А кому они продавали и что? Это людей был правильный маркетинг и их просто хорошо знают уже на рынке? Кто сейчас? Это была, во-первых, крупная компания, одна из, скажем бы, может быть, крупнейших на Покесе, которых, опять же, их не очень-то и много. Здесь больше сыграла надежность застройщика, его репутация, его портфолио. И как раз вот такие вот надежные застройщики, то есть с минимальными рисками, привлекали большинство инвесторов. Давайте тогда, вот все-таки я, может быть, не первый раз задам этот вопрос, возможно, в той или иной степени они не отвечали, но получается, что сейчас инвестор, который заинтересован в покупке недвижимости на Пхукете, должен понимать и закладывать риски ближайшего года, но вместе с тем понимать, что его реальная вот такая более-менее успешная работа должна начаться с сезона 21-22 и дальше. Ну, если мы говорим про здоровый рынок, то да, примерно сезон 21-22, да. Если мы говорим про риски, которые закладываются, ну, вот опять же, сейчас, если мы говорим про вторичку, точнее, про готовое жилье, на которое есть скидки там 10-20%, 30%, как раз ее тоже можно рассматривать и нужно. Во-первых, она дешевле по рынку, во-вторых, вы будете понимать то, что в следующий год у вас, скорее всего, там не будет каких-то сверхдоходов, но вот эта вот скидка в 30%, она, скажем так, вас компенсирует время простоя квартиры. Если, опять же, мы говорим про строющееся жилье, то покупка, вот скажем, переуступок, то есть от физических лиц, когда физическое лицо перепродает свой контракт, то в этом случае тоже плюсы, получается, вы покупаете недвижимость дешевле, чем от застройщика, чем цена застройщика, и также сохранением всех преимуществ вы выплачиваете ту же самую рассрочку до конца строительства. А строительство как раз будет завершено либо в 21-м году, в конце 21-го, либо в 22-м, когда уже пандемия садет на нет. Я попрошу в чате опубликовать контакты компании «Пхукетлипус», если кто-то из наших зрителей захочет пообщаться с Денисом сразу по завершении нашего вебинара. Еще раз напомню, что мы уже, по сути, у нас уже готов есть материал о маркетинговых уловках на рынке недвижимости «Пхукета», и мы опубликуем его, ну, или сегодня вечером, или завтра утром разошлем всем участникам. Но давайте тогда уже в завершающей части нашего вебинара, Денис, вот о чем поговорим. Все-таки, ну, вы сказали, да, рынок в этом году будет не самый лучший, но при этом, сколько там, недели две назад пришло известие о том, что в Таиланд все-таки можно приехать, и, соответственно, кто-то хочет это сделать, для этого не нужно, то есть, скажем так, запрета нет. Можно несколько слов об этом? Вообще, как это работает на практике? Потому что одно дело, теоретически мы сообщили, что такая возможность есть, а другое дело, как это все работает? Во-первых, большое количество людей, скажем так, даже не то, что людей, а собственников бизнеса, работников в Таиланде, кто работает, либо дипломатов, они приезжали как раз, начали приезжать еще примерно в августе, если не ошибаюсь, в сентябре. Приезжали все по рабочим визам, и как раз этот тренд, приезд по рабочим визам, очень сильно получил свое развитие в начале сентября, когда большинство клиентов, кто хотел приехать, оформляли компании удаленно, оформляли разрешение на работу, и на основании вот этих документов приезжали на Пхукет. Естественно, это все было с отсидкой в карантине, то есть 14 дней проходил все равно воспользоваться услугами отеля. И сейчас, когда Таиланд объявил о том, что, в принципе, возможно приехать по туристическим визам, по специальным туристическим, это также получило очень большой отклик у массового туриста, и, в принципе, сейчас, допустим, в Китае наблюдается даже очередь по сути Таиланда за получением таких виз. Если говорить на практике, то, если не ошибаюсь, за ноябрь прилетело, или за октябрь, не помню сейчас точный месяц, по туристическим визам прилетело чуть больше тысяч человек, это, конечно, не так много, это не миллионы в месяц, но тем не менее процесс пошел, процесс запущен, и, скорее всего, вот этот вот тренд тоже пойдет. Очень много есть запросов на элитные визы, там на 5-10 лет, по которым, к сожалению, даже к удивлению, спрос превысил продолжение, что сейчас тайцкому правительству они решили даже поднять цены на такие визы. Но пока я понимаю, что обычная виза и обычный приезд, он интересен скорее именно не для туристов, а для тех, кто хочет приехать на 3, на 4, на 5 месяцев, потому что 2 недели даже все равно нужно сидеть на карантине, и, соответственно, для тех, кто приехал, пострадает 2 недели, но зато потом весь Таиланд войкнул. Ну, как правило, да, это туристы, кто планирует остаться здесь хотя бы на 2 месяца, то есть получается 15 дней на карантине и полтора месяца показаться по Таиланду. Либо те, у которых работают здесь, либо инвестора. Очень многие китайские инвестора даже начали приезжать сюда. Скорее всего, больше от СДС, не знаю, безопасной зоне на пляже, чем в Китае. Ну, возможно, еще с другими какими-то целями. Вы сказали, что по весне, ну, где-то там в марте-апреле, загрузка апартаментов, которыми вы управляете, составляла 20%. Да. А сейчас как? Сейчас большую часть апартаментов, мы, скажем так, законсервировали. То есть было принято решение просто квартиры оставить закрытыми, просто мы оказываем обслуживание этих квартир еженедельное, но мы туда никого не заселяем, потому что вот если посмотреть на цены по сдаче в аренду текущие, то те квартиры, которые, скажем, мы сдавали в ноябре в том году за 50 тысяч бат, за 60 тысяч бат, то есть за полторы-две тысячи долларов, сейчас эти же квартиры сдаются примерно в раз так 6-7 меньше. И получается у нас прибыль невелика как управляющая компания, и прибыль собственника также невысока. А издержки, которые мы можем получить, управляя недвижимостью, то есть это поломки, это невозврат депозит, это что-то еще, то есть риски довольно-таки высоки, поэтому мы решили отказаться. Примерно по 80% от аренды, и просто мы предоставляем услуги по обслуживанию данных квартир, данной недвижимости. А самый, ну давайте так, удачный кейс, который у вас сейчас может быть, это он связан с тем, что просто кто-то из собственников не съехал, кто-то из арендаторов не съехал? Кто-то остался, да. Кто-то решил остаться на, пока амнистия визовая сейчас есть. Какую скидку он, собственно, имел основание? Большая. Я скажу большая, то есть опять же, вот те цифры, которые я привел, тут разница примерно там в раз 6-7 по сравнению с обычным сезоном, такие скидки сейчас есть. Те же самые скидки, не то что скидки, а это просто вот, ну рынок сейчас такой, что вот вилла, там скажем, элитного сегмента, который можно было снять в ноябре, в декабре, там за 700-800 тысяч долларов, 700-800 тысяч бат, сейчас дается за 130-150, то есть разница практически в 5-6 раз. То же самое с фартаментами, даже бывает и больше скидки делают. Тогда, ну что-то совсем в завершении, Денис, такой может быть немножко странный, но в общем логичный вопрос. А зачем сейчас покупать на Пхукете? Почему вы считаете, что сейчас для инвестора, ну хоть сколько-нибудь интересное время? И что тогда нужно покупать? Ну, во-первых, если мы говорим про вирус, да, вот про пандемию, мы все прекрасно понимаем то, что рано или поздно этот вирус закончится. То же самое, что вот испанский грипп в 18-м году, то, что вот еще, по-моему, в 56-м году было в СССР. Ну, опять же, это все закончится. Да, это не вечно, поэтому... Сейчас что, условия действительно лучше? Вот потому что, ну как бы, вы рассказываете, риски с точки зрения новостроя вообще меньше не стали. Ну, разве что, действительно, вот вторичка может быть поискать какой-то вариант с пониманием того, что через год, наверное, за такую сумму вам уже ничего не предложат. Ну, уже, скорее всего, ее купят. Нет, во-первых, да, вот про вторичку более-менее понятно, да, то, что вот сейчас частные лица делают скидки 20-30, там, бывает даже 40%, и этому есть определенное объяснение. Если мы говорим про строющееся жилье, то почему бы не взять сейчас квартиру вот именно практически в готовых жилых комплексах, но на которой не оформлена собственность, либо вот про те переступки, которые я сказал. Во-первых, они дешевле, чем у застройщиков, на процентов 10-20, там, может быть, даже 30 есть продолжение. А во-вторых, ну, опять же, если покупаете строюще жилье, у вас та же самая расстройщика, и вы покупаете у надежного застройщика. Простите, когда вы говорите про переустурку, объект все-таки уже должен быть построен? Ну, опять же, строюще жилье, да, то есть мы рассматриваем варианты, когда жилье практически готово, то есть на 90-95%, и покупать вот в этих жилых комплексах, ну, туда вообще риски абсолютно минимальные. Или покупать именно на этапе котлована, там, на этапе фундамента, те объекты недвижимости, точнее, те квартиры застройщиков, у которых, опять же, большое портфолио, большой финансовые показатели, которые компании публичные, то есть акции, которые торгуются на бирже, вы сможете посмотреть всю отчетность их, то есть те компании, которые надежные, у которых есть деньги. То есть застройщики такие тоже есть на острове, и покупать у таких застройщиков, точнее, переуступки в таких проектах, тоже менее рискованно. Хорошо, а в этом году, ну, скажем, последний, ну, летом, конечно, это не самый сезон, хоть какие-то объекты сдавались, какие-то комплексы появлялись новые, не в продаже, а уже как бы те, которые, вот, все, заселятся, можно ли, начали хоть как-то заселяться? Или сейчас... Нет, я могу сказать, что, если, да, есть комплекс один на юге, который уже достроился практически, точнее, уже достроился, сейчас у них вопрос о получении документов, собственности, то есть он сдался в этом году, еще один жилой комплекс на юге, он в этапе завершения строительства, то есть, в принципе, тоже от надежного застройщика, другой жилой комплекс на севере острова. То есть, пара пунктов, условно говоря, да? Ну, период, я вам сейчас назвал, который в период даже кризиса, они практически уже закончили стройку своих жилых комплексов. То есть, такие комплексы есть. То есть, практически закончили или нет? Может, все-таки вопрос был, вот, закончен, а где будет функционировать? Из трех приведенных примеров, один уже закончился и сдался в эксплуатацию, то есть, сейчас ждут получение документов на собственность для частных лиц, для покупателей. Два, они не достроились, но за время пандемии, то есть, за время 20-го года, они практически уже завершили, то есть, они идут в графике работ. Ну, и вот вопрос от Анны, он не совсем связан с недвижимостью, но, тем не менее, как продвигается проект железнодорожного маршрута Паттайя-Пхукет? Что сейчас вообще? Слышали про Пхукет? Он, да, был анонс еще очередной, но по поводу Паттайя-Пхукета не слышал, я слышал по поводу Бангкок-Пхукет. Но, опять же, ожидать всего, я бы сказал бы, как бы был анонс, когда приступит к работам, ну, тут уже, скажи, там, наверное, звучит Министерство транспорта. Ну, ясно, ну, Министерство транспорта, вроде как, среди участников нашего вебинара пока людей из Министерства транспорта нет. Хорошо, ну, господа, Денис Чернов, последние вопросы, которые вы, может, хотите ему задать, компания Пхукет Люкс, ну, значит, давайте тогда буквально там в трех-четырех предложениях подведем итог. Получается, что, да, год тяжелый, да, год, вот конкретно этот год, с точки зрения получения дохода для инвесторов, в общем-то, безрадостный, и не совсем понятно, насколько ближайший сезон будет таким же, в ту или иную сторону. То есть все равно есть риски, что даже не риски, а уверенность по текущей ситуации, что до результатов, до пандемических мы не доберемся. В этом году точно, то есть год 2021, это 100% нет. Подберемся к ним в следующем году, в следующем сезоне, то есть 21-22. И это означает, что для тех, кто хочет работать в каком-то смысле на перспективу, может быть, имеет смысл найти или более дешевый вариант на вторичке, или, ну, не знаю, насколько сейчас можно найти вот те предложения, о которых вы говорили, там 6-7% годовых, то есть понятная гарантированная доходность, которую ты получаешь не в момент начала эксплуатации, а прямо сейчас, опять же, Филипп, если мы сейчас говорим про гарантирован доход, даже крупные управляющие компании, они отменили в этом стороннем порядке эти выплаты, потому что оборот, не с чего делать. Поэтому, в принципе, если говорить, то есть практически все застройщики и отменили выплаты по гарантированному доходу, поэтому сейчас об этом даже, я думаю, не стоит говорить. А вот альтернативному готовому жилю, я бы еще раз бы сказал, подчеркну, то, что альтернатива – это строившееся жилье, но покупка именно от физических лиц, то есть переуступка по-русски, то, что мы обычно в России предсчитать. Соответственно, это те люди, которые, ну, по большому счету, ничего не заработали. То есть они входили с одними ожиданиями, их ожидания не оправдались, и они… Ну, я бы не сказал бы, то, что ожидания не оправдались, просто, опять же, экономическая ситуация, тяжелая экономическая ситуация заставляет их продавать эти объекты недвижимости. Но, опять же, с объектами недвижимости можно их проверять, перепроверять, там все по графику работ идет и риски минимальные. Но тем самым, опять же, он сохраняет преимущества по, во-первых, рассрочке, а, во-вторых, то, что жилой комплекс достроится примерно в 2021-2022 году, в конце, когда как раз начнется уже такое масштабное восстановление рынка. Ну что ж, дорогие друзья, Денис Чернов, компания Пхукет Люкс. Завтра мы опубликуем подробный материал и по итогам вебинара, и по тому, о каких, собственно, маркетинговых историях, вот о гарантированном доходе, вот о всей этой истории подробно расскажем. Спасибо вам за внимание, и я просто еще, да, хочу проанонсировать наш вебинар уже следующий. 18-го числа будем говорить о недвижимости Алании. Ну, туда ездить можно, в этом, конечно, сейчас для россиян особое-особое-особое. Да, также, да, заходите на наш YouTube-канал, мы снимаем видеоролики, не рекламные, больше образовательные, где мы как раз и рассказываем про доходность, про определенные риски, про отельные инвестиции, то есть, в принципе, рассматриваем абсолютно все. Продолжаем снимать, поэтому будем рады вашей обратной связи и вашим комментариям. Ну что, я скажу, что, может быть, наш вебинар получился не столь оптимистичным, да, как и вам обычно бывает, но, с другой стороны, для инвестиций не всегда нужно размахивать красным флагом и говорить все сюда, мы победим, гигантские цифры, как правило, за ними могут скрываться разные инициативы. Я бы, Филипп, сказал бы, то, что мы с вами сейчас обрисовали реальную ситуацию, реальное положение дел на Пукете, и перспективы тоже абсолютно реальные и реалистичные. Ну что ж, отлично. Денис Чернов, компания Пукетлюкс, Филипп Березин, портал при андру недвижимость за рубежом. Спасибо всем, до встречи. И увидимся уже в четверг. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова